Драматический триумф Театры Самары и Новокуйбышевска Выходит из подполья Предприниматели, нелегально работающие на Алма-Атинской Встретились с главой города Чтобы обсудить перспективы легализации Не отличишь от настоящей В Самаре чаще всего подделывают Пятитысячные купюры Как распознать фальшивку Пробные рейсы В Самаре запустили первые дачные маршруты Самара – будущая мекка для путешественников Русское географическое общество Презентовало атлас туристических маршрутов Главная театральная новость этой недели Золотая маска объявила победителей Долгожданное награждение состоялось На сцене музыкального театра Имени Станиславского и Немировича Данченко В этом году номинаций было Как никогда много – 290 И Самара не ударила в грязь лицом На конкурс были представлены Три театра из Самарской области Два из них привезут домой заветные статуэтки Театр-студия «Грань» из Новокуйбышевска Отметили за лучшие костюмы В спектакле «Корабль дураков» Премию получила художник Елена Соловьева Театр-драме имени Горького Из пяти номинаций взял лучшую мужскую роль Второго плана в музыкальном театре Лауреатом стал заслуженный артист России Народный артист Самарской области Владимир Гальченко Сорвать маски и легализоваться Хотят владельцы незаконных кафе Автомоек на улице Алма-Атинская Дело в том, что почти каждая постройка В этом районе возведена с нарушением закона Что до недавнего времени не мешало Бизнесменам спокойно работать Теперь они хотят перевезти свою землю В зону, где коммерческая деятельность разрешена Что ответили на это городские власти Смотрите в следующем репортаже Сегодня улица Алма-Атинская Это целый район ресторанов, гостиниц, автомоек и саун Хотя по документам на этой земле Можно разве что возделывать огород Зона Р-5 подразумевает только Дачные участки и коллективные сады Выходит, вся улица занимается бизнесом незаконно Однако в последнее время предприниматели задумались о легализации Предлагают перевезти землю в зону С-2 Она разрешает строительство коммерческих предприятий С этим сегодня и пришли главе Самары Олегу Фурсову В данный момент вдоль улицы расположены предприятия сферы услуг Которые пользуются популярностью жителей города Это 53 предприятия малого бизнеса В которых работает порядка 722 человек Камнем преткновения в этом проекте оказалась так называемая красная линия То есть линия застройки Предприниматели считают, что данные генплана устарели и линию можно перенести Однако это сделают улицу Уже В администрации города не согласны Там опасаются, что в будущем это навредит всему району Данная позиция нашла свое подтверждение в соответствующих письмах Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области В которых было указано, что сужение красных линий в дальнейшем может воспрепятствовать ее реконструкции Развитию транспортных связей между жилыми промышленными районами и центром города Чтобы принять взвешенное решение, необходимо изучить все стороны вопроса Подытожил глава города Кроме того, предприниматели должны навести порядок на своих предприятиях Мое решение такое, никаких красных линий переносить мы не будем на сегодняшний момент Я блокирую все эти решения, поэтому они не принимаются Ну и прошу очень вас навести порядок в всех предприятиях, которые вы представляете Значит, что это значит? Это значит, что вы должны платить налоги, не только земельные, но и налог с прибыли Это должен быть порядок в трудовых отношениях с людьми Олег Фурсов поставил задачу профильным ведомствам все вопросы отработать Срок месяц после совещания, где и будет принято решение А пока владельцам кафе, гостиницы, автомоек на Алма-Атинской Дано время привести бизнес к требованиям закона Валерия Макарова, Константин Головин, События Не уменьшается число преступлений, связанных с оборотом фальшивых денег Их в Самарской области в прошлом году произошло более полутора тысяч Эксперты отмечают, что производство липовых купюр растет в период кризиса В России подделывают рубли От пятитысячных банкнот до пятирублевых монет С валютой не связываются, ее нет в ежедневном обороте Больше всего под прицелом фальшивомонетчиков крупные деньги Как распознать подделку и что делать, если она оказалась в ваших руках? Разбиралась Олеся Корецкая Фальшивые деньги побывали в руках у каждого Только не все об этом узнали, говорят эксперты-криминалисты За три месяца этого года в Самаре было больше трехсот попыток сбыть ненастоящие деньги Чаще всего подделывают пятитысячные, они меньше бывают в ежедневном обороте На втором месте купюра в тысячу рублей Если кажется, что купюра фальшивая, первое, что нужно сделать, обратить внимание на качество изображения У подделки оно низкое, картинка смазанная или мутная Затем нужно посмотреть на просвет Водяной знак должен быть четкий и двухтоновый И обязательно должна быть вот такая фольгированная полоска внутри купюры Ну а еще, говорят, подделки определяют по хрусту Но для этого нужно иметь музыкальный слух Качество подделок растет, признают эксперты Но есть признаки, которые фальшивым монетчикам пока не удалось освоить Есть такая вот виньетка Мы начинаем ее смотреть в косвопадающих лучах Там появляются две буквы «Р» Российский рубль На фальшивых денежных купюрах такого нету кип-эффекта И вот такая также есть виньетка овальной формы Когда мы начинаем ее смотреть на просвет, там начинают бегать линии Если к вам, грубо говоря, попал поддельный недельный купюры То необходимо сразу обратиться к сотрудникам полиции Либо к банковскому учреждению Но если вы сомневаетесь в подлинности Чтобы у вас банковские сотрудники отдали ее на экспертизу Проверили, является она подлинной, либо нет Сомнительные купюры отправляют на проверку в экспертно-криминалистический центр Деньги приходят у нас часто Проверяются сначала визуально То есть на ощупь проверяются, на ощупь смотрятся цвет передачи Способы изготовления визуально На помощь человеческому глазу приходит спецтехника Автоматические детекторы с интеллектуальным антистокс-контролем Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи высвечивают подделку мгновенно Подобными приборами оборудованы все крупные торговые сети Специалисты советуют, при получении фальшивки не стоит избавляться от нее на рынке или в ларьке Иначе из пострадавших человек переходит в разряд соучастников Наказание за это преступление до 15 лет лишения свободы Наказание ждет и нерадивых продавцов Машину со 100 килограммами рыбы без ветеринарных документов задержали в Самаре Сотрудники ДПС на улице Антонова Овсеенко в районе пересечения с улицей Булкина Остановили грузовую «Газель» с номерами 82-го региона В автомобиле оказалось 10 ящиков с сазанными карасями Никаких сопроводительных документов на товар у водителя не было Владелец пояснил, что рыбу вез для себя Домой кушать нельзя, если на базар покупаешь Позже водитель признался, что товар собирался продать на мини-рынке на Антонова Овсеенко Прибывшие на место задержания сотрудники Россельхознадзора Составили протокол об административном правонарушении Груз был направлен на утилизацию в дубовый умед Где в присутствии владельца его переработали в мясокосную муку Прошедшая неделя в экономическом университете была объявлена неделей науки На большой дискуссионной площадке встречаются уже именитые ученые и молодые следователи Чтобы подвести итоги работы и представить свои проекты Интерес участников вызвала интерактивная система атлас туристических маршрутов В него вошли 77 уникальных уголков Самарской области Какие еще крупные проекты реализуют в этом году в университете, узнала наш корреспондент К черту на куличке в мир древних славян и в край ста ключей Предлагает отправиться туристам русское географическое общество Интерактивный атлас включает больше 70 маршрутов по Самарской области Путь по еще неизведанным уголкам региона все желающие могут выстроить самостоятельно Для каждого региона, для каждого города, для каждого села создан полноценный раздел Где мы будем видеть не только все достопримечательности этой территории Но самое главное все маршруты, которые можно комбинировать Интерактивный атлас туристических маршрутов страны – это новая информационная система В ее разработке принимали участие специалисты Самарского экономического университета Новинку, как один из значимых проектов, презентуют в рамках недели науки Большая дискуссионная площадка собрала исследователей из разных регионов страны Который сотрудничает с Самарским вузом Для нас, вот это мероприятие, которое сегодня происходит, очень важно Как площадка для возможности обменяться мнениями Выработать свою методологию дальнейших действий И попытаться совместно решать, совместными усилиями решать те проблемы, которые сегодня стоят перед нами Самарский экономический университет совместно с коллегами из других вузов страны В этом году займется реализацией двух крупных научных проектов Первый касается разработки методики развития топливно-энергетического комплекса страны и региона Второй проект международный, посвящен развитию взаимодействия вузов с бизнесом Мы реализуем сегодня один крупный проект по развитию бизнеса с вузами Чехии и Китая В ближайшее время будет сдана в печаль соответствующая монография Кроме этого, мы сейчас являемся участниками крупного европейского проекта по развитию научных исследований Мы тоже выиграли конкурс Министерства образования и науки с рядом других вузов Делиться научным опытом ученые будут до конца недели Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События И это далеко не все новости для туристов Самарские железнодорожники открыли музей от вагона до перона Там расскажут, куда отправляется состав после того, как высадят пассажиров Музей находится на закрытой территории вагонного депо Первую экскурсию провели только для журналистов Однако уже в ближайшее время гости ждут и школьные группы Подробности в репортаже Когда в Самаре только построили вагонное депо, местные называли его просто паровозный сарай Сегодня это депо одно из старейших в России Впервые за долгое время оно открывает двери для гостей На экскурсии под названием «От вагона до перона» Рассказывают о самых интересных фактах из его истории и тонкостях работы железнодорожника Прежде чем отправиться на производственные цеха, нам необходимо пройти структаж по технике безопасности Чтобы уж точно почувствовать себя железнодорожниками, гостям предлагают надеть спецодежду, каску и яркий жилет В составе первой группы журналисты Им показывают производственные цеха, вагоны и детали поезда Самый долгожданный момент – открытие музея от вагона до перона В экспозиции – история вагонного депо, разные виды вагонов и униформы проводников В этом музее можно не только узнать историю вагонного депо, но и просто поностальгировать о прошедших временах Здесь вы создали то, как выглядит типичное купе советского времени Не так представьте, вы собрали чемодан, взяли путевку на море, зашли в свой вагон и уже вот-вот поезд тронется за окном, мерещатся теплые берега, ну и конечно скоро нальют традиционный чай Вагонное депо редко принимает гостей, а уж тем более в таких количествах, ведь само предприятие закрытое Информации о работе железнодорожников действительно не так много, ее дефицит и решили исправить с помощью таких экскурсий Вот я вот вспоминаю очень, как я пришел, очень нравилось в поездах ездить, а дети, которые не видят производства, у них кругозор низкий И мы решили это сделать по одной простой причине, чтобы профориентирование проводить И чтобы они посвящались, потом приходили и работали, вот цель проекта Экскурсии на производственные предприятия действительно пользуются наибольшей популярностью Конечно, все, что связано именно с производством, с тем живым, что мы видим, у детей возникает восторг и интерес этот есть Пока такие экскурсии проводят только для школьных групп, для отца они больше трех часов Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События В эти выходные в Самаре в рейс отправились первые дачные маршруты Обращаем внимание, что в этом году не со станции «Аврора», как обычно, а с Хлебной площади Где можно будет купить сезонки и сколько всего автобусов будут курсировать по популярным летом направлениям, узнала Лариса Шалафаст За рулем автобуса Сергей Никитин колесит по улицам города уже 19 лет Каждое лето водит самарцев на дачи Говорит, на этих маршрутах работа имеет свои особенности и требует от водителей большого внимания В основном с нами ездят пенсионеры, бабушки, дедушки, иногда очень такие зрелые возрасты, которые сами еле передвигаются А еще носят с собой большие тележки, корзинки И вот приходится их долго ждать на остановках, помогать им иногда, терпения с ними большого ждать, когда они рассадятся, чтобы ничего с ними не случилось В этом году в дачных перевозках задействуют до 80 автобусов Первый рейс в 7 утра, последний в 20.00 Те рейсы, которые раньше ездили от станции Аврора, теперь будут отправляться с Хлебной площади Речь идет о маршрутах 101Д, 157, 167, 173, 174 и 185К На Хлебной площади теперь можно купить и сезонки Администрации было принято решение в этом году не изменять тарифы И стоимость проезда на всех дачных маршрутах в этом году будет точно такой же, как и в прошлом году Один километр, два рубля, две копейки Также мы сохранили реализацию льготных проездных билетов, где дачники могут приобрести 4, 8 и 16 поездок Официально дачные перевозки начинаются с 1 мая До этого времени рейсы пробные Автобусы будут отправляться по наполняемости Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным Кроме дней, которые совпадают с религиозными и другими праздниками То есть 23 апреля, 9 мая, 3 июня автобусы на даче ездить не будут Подробное расписание движения будет размещено на остановках Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События Более 60 тысяч жителей Самарской области нуждаются в хирургическом лечении тахиаритмии Ее самое опасное осложнение – инсульт В настоящего времени операции проводили под контролем рентгена И больной получал внушительные дозы облучения И вот региональные кардиохирурги под руководством московского специалиста Освоили новые технологии в лечении этого заболевания Это быстрее, дешевле и безопаснее Сюжет Инессы Панченко Эту уникальную операцию сами кардиохирурги даже операции называют редко Говорят, больше подойдет слово процедура Несколько лет назад о лечении аритмии таким способом могли только мечтать Никакого скальпеля, больной в сознании, на мониторе трехмерное изображение сердца Как говорят врачи, эти технологии своего рода спутниковая навигация в медицине Три маленьких магнита под столом излучают энергию не больше, чем мобильный телефон В датчике устроен специальный сенсор Хирург снимает его сигнал, находит источник аритмии и разрушает ее с помощью специальных технологий Очаги аритмии можно определить с точностью до десяток долей миллиметра Основное преимущество данных систем Они позволяют избежать рентгеновского излучения практически полностью Соответственно, обезопасить пациента Плюс, к тому же, эффективность данных процедур выше, и они безопасны Безопасность обеспечивают тончайшие катетеры Они оснащены специальными датчиками, которые позволяют контролировать ход операции Она длится в среднем полтора часа, и пациентам переносится легко Как правило, он ничего не ощущает Может быть небольшое ощущение ломоты, тепла, покалывания Но это вполне терпимо Дальше уже двое глаз, и смотрим в самый ранний, правильно? Да Берем Скорость 400 минар Берем Берем Уже на следующий день после операции пациент может выйти на работу Новую методику осваивают три самарских специалиста В том числе внук нашего известного хирурга Виктора Полякова За два дня прошло уже несколько операций Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События В Самаре завершилась неделя добра В это время школа-интернат для детей с нарушением слуха принимала гостей Свердопедагогов, представителей коррекционных школ России, Белоруссии и Казахстана А также Союз женщины России, который выступил организатором встречи Как социализировать ребенка с ограниченными возможностями, расскажет Марианна Мирная Как заплести красивые косы и сделать стрижку Вырезать шишку из моркови и приготовить многослойный витаминный коктейль Полезным навыком на мастер-классах воспитанников школы-интерната номер 117 Обучают студенты колледжа сервиса технологии дизайна Ребята с нарушением слуха быстро осваивают новые умения Да и студентам есть чему у них поучиться В прошлый раз в качестве волонтера школьник из этого интерната Показывал нам обычный перевод обычных слов Мама, папа, небо, любовь И может быть потому что уже на общей волне сегодня разговаривают В прямом смысле слова студенты и школьники И поэтому понимают друг друга глазами, чувствами, сердцем, просто добром Инклюзивное образование развивается в Самаре внушительными темпами На международной конференции собрались представители коррекционных школ России, Беларуси и Казахстана Чтобы поделиться опытом в вопросе социализации детей с ограниченными возможностями здоровья Сегодня общество не готово принять инвалиды как равного Отсюда ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен доказывать свою состоятельность Но жизнь меняется, наша Самарская губерния там и большой пример Ситуации нет, дети массовых школ уже желают с нами общаться, соревноваться, быть вместе Таким образом решается эта социальная проблема На память о дружбе плакат с отпечатками ладоней, который оставили представительницы Союза Женщин России Они уверены, чужих детей не бывает и если у тебя есть возможность помочь, это обязательно нужно сделать Мариана Мирная, Сергей Баскин, События На этой неделе наш телеканал начал новый проект «Письма с войны» Идею поддержали в руководстве федеральных проектов партии «Единая Россия» Настоящие фронтовые письма, в том числе наших земляков, в телевизионном эфире читали дети-сироты Дорогая Галюся, пишу эту записку в торжественной обстановке перед вступлением в бой Какая же я тогда смешная была Я же подумала, что все это ненадолго Ты помогала мне всегда Наверное, все-таки кто любит, то добрее к людям Прощай, мамочка Я погибаю Не плачь обо мне Письма с фронтов Великой Отечественной Документы огромной силы В пропавших порохом строках Грубость окопных будней и нежность солдатского сердца Такие письма хранятся во многих семьях По ним изучают историю и учатся любить Родину Большинство воспитанников детских домов никогда не видели своих дедов и прадедов О войне знают лишь из фильмов и сухих уроков истории Я бы хотела свою семью знать немножко больше, чем знаю Я бы хотела узнать о своем дедушке, какой он был вообще, участвовал ли он в это военное время Развитие патриотизма и интереса к истории – только одна из целей проекта Каждая из писем адресована родным и близким В каждом бесконечная любовь и забота Эти незримые нити помогали бойцам защищать Родину до последнего И эти письма помогут воспитанникам детских домов понять важность семьи в жизни каждого человека В будущем они создадут свои семьи, которых сегодня у них нет И нашим детям, детям, которые остались без попечения и детям, которые остались сиротами Очень важно почувствовать себя именно в кругу семьи И эти письма, письма, написанные родным людям Ведь начинаются они как милая, дорогая, любимая Вот это прочувствовать, пронести через себя, вот этот момент, я думаю, у них в памяти останется У него была дочка, вот, и он думал, что вдруг я умру, и как она будет одна Разного возраста, послушных и отчаянных, строки из войны тронули каждого ребенка Ребята размышляют над ними и примеряют на себя Чужие письма, как уроки жизни Им они помогали выжить, нам оставаться людьми Инесса Панченко, Артем Сулайманов, Константин Головин, События Сегодня все самарцы вышли на общегородской субботник Однако еще в будня жильцы дома номер 65, что на улице Пензенской, начали убираться в своем дворе Благодаря своей активности им удалось стать претендентами на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда» Победители получают субсидии На эти деньги можно будет установить детскую площадку, соорудить автостоянку, провести озеленение Как приводит свой двор в порядок неравнодушные к чистоте люди, расскажут наши корреспонденты Стремление к чистоте захватило даже самых маленьких Во дворе на Пензенской кипит работа На субботник вышли десятки местных жителей Так мы убираем себе двор, наши внуки здесь гуляют И сами так же Чтобы было красиво, чисто Будильники пораньше завели и школьники, и студенты Сон выходного дня ребята с удовольствием поменяли на участие в субботнике Прохладное утро и веселая музыка только добавили бодрости Разделились на команды по несколько человек Сгребают мусор и прошлогоднюю листву Собирают в мешки, подметают дорожки Мне хочется помочь городу Сделать его чистым перед весной Я люблю свой город Это весело, потому что много друзей И делать что-то полезное для города Жители 65-го дома по Пензенской Всегда активно поддерживают чистоту в своем дворе А в этом году намерены участвовать в федеральной программе «Комфортная городская среда» Уже собрали необходимые документы и подали заявку Дополнительное финансирование на благоустройство Потратит на озеленение, расширит детскую площадку Уверены, чистота во дворе зависит от людей, которые в нем живут Жители очень много зависят Конечно, в каких домах жители ничего не хотят делать Они думают, что придут, кто-то дядя для них сделает Такого быть не может Жители сами должны все это делать Участвовать, содержать Все от жителей зависит Тема благоустройства дворов Одна из приоритетных для жителей муниципальных образований И поэтому федеральный проект «Комфортная городская среда» Очень востребован И он даст прекрасную возможность Привлечь дополнительное финансирование Муниципалитетам на приведение в порядок дворов Чтобы у самарцев появился дополнительный стимул Выйти на субботник В этом году впервые в Самаре Месячник по благоустройству проходит в формате Яркого городского проекта Поработал – отдохни За активное участие в уборке Жители получают различные бонусы от городской администрации Билеты на концерты, спектакли, выставки Скидки на покупки в супермаркетах Также жители, которые дружно наведут порядок в своих дворах Бесплатно обеспечат саженцами и рассадой Мотивация появляется больше Конечно, это и правильно работать Но когда еще дарят подарки, это, конечно, лучше Наступает такой момент в жизни Когда не только денежное вознаграждение Но и моральное удовлетворение А к моральному удовлетворению Еще и что-то, какой-то бонус Это вдвойне приятно А 22 апреля, в день общегородского субботника Всех участников генеральной уборки Приглашают на концерт группы «Серебро» На площадь Куйбышева Поработал – отдохни Олеся Корецкая, Марина Матвеевшина, Константин Головин – События Вот такой нам запомнилась прошедшая неделя Я желаю вам отличных выходных И побольше хороших новостей Увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»